сегодня мы будем рисовать фруктовый натюрморт у нас есть пара грош 2 клубнички и 3 черешни и все это освещено солнечным светом итак начнем с очень быстрого рисунка я использую бумагу арчис обратную сторону обратную сторону этой бумаги бумага так называемая раф крупное зерно и так очень быстрый рисунок карандашом одна груша 2 груша такая тарелочка на которой они находятся вне это не тарелочка такая подставочка 1 клубничка вот она такая что было понятнее вторая клубничка черешенка и еще одна черешенка и за ней еще одна и линия которая будет отделять нашу горизонтальную плоскость от вертикальной плоскости желательно чтобы она не была посередине что-то было больше что-то было меньше у меня в данном случае я выбрала что моя горизонтальная плоскость будет занимать большую площадь на моем листе чем вертикальная плоскость может быть я чуть-чуть укропку крупню вот мои груши вот в принципе рисунок готов и сейчас я немножечко пройдусь по нему клячкой потому что я не люблю когда проступают карандашные линии очень сильно сквозь мою акварель и так можно начинать рисунок не рисунок а будем работать начинать работать красками сейчас я увлажняю лист с двух сторон для этого я использую вот такую кисть это имитации имитация белки фирма silver серия black бельвет че так очень активно не жалея воды увлажняю одну сторону потом переворачиваю и увлажняю оборотную сторону бумаги вот здесь вот видно наверное какое крупное зерно этой бумаги арчи с я предпочитаю работать на среднем зерне так называемая это был этот вид бумаги называется cold пресс что означает холодный пресс вот но у меня как-то когда я начинала работать в корее в акварели я покупала разную бумагу поэтому у меня очень много сохранилось таких старых запасов и прав бумага раф с крупным зерном вот я ее не выбрасываю и на ней тоже я иногда работаю причем однажды я даже купила большой рулон себе бумаги и купила его по ошибке я хотела купить среднее зерно купила крупное зерно поэтому ничего не оставалось делать как привык привыкнуть к этой бумаге и научиться на ней работать тоже так а это у меня а аппликатор для нанесения макияжа я выбираю им излишнюю влагу то есть сейчас у меня воды находится больше в бумаге нежели чем на поверхности бумаги это очень важный момент особенно если вы начинающий акварелист вот это нужно как бы прийти к этому с опытом то есть она такая не сильно блестяще а скорее уже становится матовый и тогда можно начинать рисовать начинаю я с освещенных частей груш для этого я использую свою желтую красочку оставляю блик здесь вот у меня не получилось составить ну мы воспользуемся тем же самым аппликатором и вот так вот уберем краску если забыли оставить блик и сразу же я сделаю теневую часть наших груш работая тремя красками вот и мне нужно сделать что-то такое более темное по тону я использую желтый красный синий и вот такой вот я зеленый намешала и я пойдусь по теневой части груш вот и старайтесь каждый раз когда вы дотрагиваетесь палитры немножко менять цвет где-то добавить желтого где-то добавить больше синего с красным то есть главное не рисовать одной красочкой но так как у меня только три моих краски основных то я не боюсь что у меня будет грязь тем более не все три прозрачных вот здесь сейчас я буду делать рефлекс для этого я сейчас так вот выберу красочку немножко и аналогично с вот этой стороны такси и вот у меня зелененькая на кисти я нарисую сразу вот листочки на клубнички дальше теперь займемся клубничкой здесь вот у меня опера я беру немножко опера беру свою желтую здесь одинаково желтый у меня это азу еллу а за еллу от дэниос милс можно даже поярче поярче чуть-чуть ультрамарина в эту смесь я добавила и точно так же вот у меня тень есть вернее у меня намешан цвет теневой для клубнички и я его сразу использую я его использовала здесь и сразу с ним перешла сюда же и теперь я опять беру мой красненький и оставляю блик опять я дотронулась до палитры я взяла уже чуть больше желтого немножко рефлекса вот пару клубничек у нас готова дальше и теперь вот здесь у меня намешан темный цвет состоящий из вот этих трех красок это синий красный и желтый просто они здесь намешаны в такой пропорции что больше красного где-то наверное на 70 процентов красного на 20 процентов здесь синий ультрамарин или кобальт и на процентов там пять у меня здесь желтого потому что желтый азуела он очень интенсивно с ним надо быть очень крайне осторожным и так я беру вот этот темный цвет здесь у меня консистенция йогурта вот и я могу им нарисовать свои обозначить немножко красненько оставь оставляю рефлекс о не рефлекс облик кусочек и вот моя готова черешенка точно так же я здесь и делаю значит свет у нас будет источник света у нас слева поэтому вот эта теневая сторона будет нашей черешенки кстати для вот таких тонких деталей да можно использовать даже вот у меня здесь кисть куплена в беларуси в гоме липинокс синтетика вот я сейчас световую часть этой черешенки добавлю больше красного и оставлю тоже блик и за ней я нарисую немножко больше чуть чуть больше кобальта тени и здесь можно кобальт прям смело положить густо как будто вы рисуете масляной краской и так вот мои три чешеньки две груши я кое-что тут сделала дальше теперь у меня такая вот вспомогательная палочка есть которая совсем не обязательно но мне нравится с ней работать я значит набираю красочки на эту палочку это может быть прутик как я уже когда-то показывал вот такими разными прутиками я тоже рисую вот зачем она мне нужна я сделаю себе такую подсказочку вот это плоскость на которой лежат мои груши такая здесь немножко не не ровно и не аккуратно я это все потом подправлю когда буду уточнять при помощи уже цвета вот сейчас я переворачиваю мою работу и я смачиваю всю мою вертикальную поверхность чистой водой не дотрагиваясь до груш и теперь я опять же беру вот эту нашу смесь которую заранее приготовим теперь я беру вот эту нашу смесь которая заранее приготовила набираю так густо на кисть и начинаю рисовать наш фон но я не хочу чтобы он у меня был одинакового цвета поэтому я его буду делать чуть холоднее значит тогда я добавлю ультрамарин потом чуть теплее я добавляю желтый потом я добавляю больше воды в эту смесь потому что с одной стороны хорошо когда тон насыщеннее когда мы переходим на другую сторону нужно показать что как бы сам воздух за нашими предметами для этого все должно быть не одинаково все должно быть по-другому здесь темнее здесь светлее здесь уже просто пошла водичка и излишек красочка течет сюда к нам и я убираю излишек при помощи вот такой детской салфетки таким образом я убрала излишек краски потому что она сначала опускается вниз а потом пойдет обратно в работу и у нас тут будет всякие такие узоры нам они сейчас не нужны в нашем фоне вот значит я это убрала теперь я переворачиваю работу обратно и сейчас я смягчаю при помощи вот этой салфетки я смягчаю наши края что я не хочу такие резкие границы я их смещу и смягчаю границы между грушей и задним фоном немножко смягчаю границы на уже нас на самих клубничках и даже я смягчу вот эту границу между нашим вертикальной поверхностью и горизонтальной немножко здесь пройдусь но не не полностью вокруг вишенок потому что неизвестно как у нас тут еще ляжет мы будем решать возникающие проблемы по ходу и сейчас я смягчаю при помощи вот этой салфетки я смягчаю наши края что я не хочу такие резкие границы я их смещу и смягчаю границы между грушей и задним фоном немножко смягчаю границы на уже нас на самих клубничках и даже я смягчу вот эту границу между нашим вертикальной поверхностью и горизонтальной немножко здесь пройдусь но не не полностью вокруг вишенок потому что неизвестно как у нас тут еще ляжет мы будем решать возникающие проблемы по ходу и так сейчас мы приступаем к нашей горизонтальной плоскости и я увлажняю всю ее обходя нашу вазочку для фруктов и обходя клубнику и черешни постоянно ношу чистую воду это у меня тоже имеет имитация белки кисть особенно конечно хороша белка для этого дела но имитация тоже хорошо наверно коза будет тоже неплохо если это флейт и теперь я намешиваю на основе кобальта могу прям даже чистый кобальт сеть и начинаю работать опять вот я немножко поработала дотронулась до палитры чуть чуть больше добавила красного потому что нам не нужно чтобы у нас вся плоскость была одинакового цвета чуть-чуть взяла зеленого еще чуть-чуть красного получился такой более сероватый голубой больше кобальта это слишком много кобальта поэтому немного шоколады сейчас я намеренно хочу сделать потеплее мою смесь то есть больше красного и желтого чтобы она была такая даже где-то чуть-чуть в оранжевом потому что из какой-то рефлекс должен идти не бойтесь этой грязи она потом вернее это не грязь это просто немножко сероватый такой тон потому что у нас должно быть какое-то сочетание у нас вертикальная поверхность такой почти бордо фиолетового цвета и где-то такие отблески я хочу сделать именно наши горизонтальной поверхности для живописности вот и теперь я хочу что немножко вертикально ставлю свою работу и при помощи салфетки важно я тоже выбираю всю влагу внизу краска стекает и я все ее убираю и буду за нечего следить в процессе сейчас я беру кисть поменьше синтетика это может быть колонок и немножко вот подправляю где у меня не получилось пройтись аккуратно большую кистью вот у нас опять здесь краска скопилось я буду же вот так вот ее убрать и смягчаю наши на заднем плане границу между нашим вертик на вертикальной плоскостью горизонтальной вот здесь вот я нечаянно у меня осталось беленькое пятнышко но нам не нужно поэтому я так вот сухой кистью его уберу иногда она хорошо такие вот не прокрасы смотрится но иногда там что-то летающие на заднем плане нам в данный момент не нужно еще вот я вот здесь вот клубничку точнее и смягчаю вазочку чищу свою палитру я люблю когда палитра у меня чистая так теперь тень на вазочке кобальт для ультрамарин немножко желтого мне сейчас нужно получить что-то такой нейтрально серый в голубинку делаю тень на вазочке она у меня и должна быть не немножко холодная потом я делаю добавляю больше красного и желтого в эту смесь и получаю более теплый оттенок серого и вот у меня такое теперь тень падающая тень под грушами очень больше желтого в эту же смесь я добавляю потому что на белом груши будет отражаться я воспользуюсь своей темной смесью добавлю туда кобальта сделаю здесь вот под самой грушей тень потемнее пока у меня здесь вот все влажное и точно так же я сделаю потемнее тень под моей клубникой клубникой тут мне немножко в рисунке было непонятно но мы сделаем вид что наша черешня находится впереди груши груша ушла за черешню я наверно наверно нет вот у меня здесь лучше лучше сначала грушу лучше я выведу грушу на передний план а черешню помещу за ней то есть какие-то моменты я решаю в процессе работы если этом заранее что-то упустило я могу поменяйте композицию чуть-чуть подвинуть груша участие уже работают сухой кистью я уже придаю грушам некий объем опять же я возьму темную смесь но добавлю сюда больше желтого и сейчас и хорошенько я вот уже положу грушу а тень на груши немножко красного нашу смесь будет такая слегка оранжево и салфеточка я смягчу какие-то границы больше ультрамарина в эту смесь смесь становится холоднее и темнее и то же самое еще добавлю под клубинникой чуть-чуть намочу вот здесь вот аппликатором смачу поверхность этой груши который находится у нас сзади и буду использовать смесь которая у меня на палитре так и тень на груши желтенький и опять здесь вот я смягчаю дальше наша темная смесь больше красный и тень на клубнике который идет на от груши так дальше я подчеркну тоненькой кисточкой переднюю самый выступающий самую выступающую часть вазочки и здесь точно так же и сейчас я положу тень от вазочки падающую тень от вазочки значит источник света у нас слива сейчас я салфеткой сглаживаю все те границы резки которые мне не нравятся абсолютно все мне не нужно сглаживать потому что хорошо когда мы имеем сочетание где-то граница пропадает где-то появляется исчезает появляется так и теперь нужно быть очень осторожным удостовериться что наша горизонтальная поверхность уже высохла вот и я ее слегка потому что если она не высохла то как только я сейчас ее начну смачивать будьте осторожны в этот период своего рисования значит краска начнет разлизаться у меня она практически подсохшая поэтому я слегка слегка вот так вот забрызгиваю ее и я буду сейчас рисовать падающую тень от вазочки я беру свою темную намешанную красочку добавляю много-много ультрамарина в нее и начинаю рисовать эту тень и как я уже вам говорила это я стараюсь каждый раз когда я отрагиваюсь до палитры я меняю цвет тут от груши какой-то кончик сейчас мы его тоненьким сделаем тоненькой кисточкой обходим нашу клубничку обходим ее впереди под клубничкой тень будет более та же самая смесь но больше красного даже здесь я возьму кисть потоньше больше ультрамарина потону потемнее и непосредственно под предметом я сделаю тень потемнее каких-нибудь пару дарчиков под зеленью и сейчас тень под нашей черешенкой опять же только бы она была не одинаковая потому что это будет не живописно как вы видите очень облегчает работу наличие всего лишь четырех пигментов чем больше пигментов тем больше какой-то в какой-то фрустрации поиска размышлений и работа смотрится гармонично и по цвету когда у вас немного пигментов так и чтобы как-то работу связать я сделаю тень которая у меня была от жалюзи у меня я беру кобальт такие на горизонтальной поверхности такие будут полосочки от жалюзи и и чтобы композиционно это все еще посмотреть я переворачиваю работу я всегда так делаю особенно и в конце работы иногда и в середине чтобы посмотреть на какие-то явные ошибки вот и что у меня здесь вижу я бы хотела еще какой-то вот там тень какой-то вот здесь горизонтально дайте чисто композиционно просится и поярче наверно клубничку я возьму оперу с желтеньким и немножко сделаю поярче вот здесь вот нашу клубничку переворачиваем обратно и теперь я возьму скальпель скальпель и скальпель я сделаю хвостик для груши вот такой можно здесь вот листочки клубнички и и хвостик от слишком от черешни и сейчас мы добавим туда желтенько и может быть немножко зелененько под под вазочкой должно быть темнее то сейчас а идет период когда вот мы уточняем какие-то они и связываем работу период уточнения и детализация вот 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 это кисти больше нравится пинокс хорошая кисть была но она уже у меня я уже пользуюсь больше года уже кончик немножко стесался пинокс может быть немножко на ручках можно добавить такой фактуры я беру акварельный карандаш скальпель и вот так чуть-чуть фактурности какой-то груши это придаст это нужно сделать и на наши клубнички пока бумага мокрая еще влажная то есть вот это крошки от акварельного карандаша они останутся они не слетят даже можно так аккуратно пальчиком как бы приклеить эти крошки к нашим грушам ну вот сейчас осталось мне расписаться распишусь я вот в этом углу здесь как раз хорошо будет по композиции смотреться мою воспись и наш этюд готов так и вот когда я уже думала что я свою работу закончила я посмотрела на нее издалека и увидела что мне очень некрасивая получилось место и вот этот тот самый момент ошибка в композиции которая была изначально два предмета так называю были так называемые целующимися то есть груша целовалась с черешней и этого нужно избегать то есть надо было изначально решить что груша будет впереди а черешни позойди или наоборот а у меня они соприказали с друг с другом поэтому вот на заключительном этапе я увидела что вот этот диссонанс и я и стерла при помощи салфетки пока бумага у меня влажная при помощи вот этой салфетки я стерла свою черешенку и попробую сейчас все-таки показать что она за груши при помощи вот так называемой негативной живописи то есть негатив пейнтинг вот моя черешня находится за грушей и я ее сознательно ослабила по тону она не такая как ее сестрички на переднем плане да потому что она у нас находится позади груши и на среднем плане но как бы приближена уже к нашему заднему плану вот и я тут вот немножко ее прорисую одно в то же время я хочу показать что она находится за грушей но сделать мне нужно ее очень ненавязчивой может быть даже еще немножко для этого дела выделить грушу тень от нее ну вот как-то так и вот такой вот намек на ножку слабенький и тень под черешней сейчас так кажется что работа уже закончена а посмотришь на нее издалека не видишь какие-то такие глобальные композиционные ошибки ну для быстрого этюда я думаю что мы закончили это работа немножко немножко смягчу падающую тень вот нашей вазочки потому что вот эта граница должна быть ярче чем граница между тенью и освещенной частью нашей горизонтальной плоскости нужно всегда показывать вот эту разницу думаю что сейчас я могу остановиться а сейчас я прощаюсь с вами желаю творческих удач и еще раз очень настоятельно рекомендую внимательно относиться композиции постараться не совершать таких ошибок композиционных которые вы увидели как я совершила в перенаписание этюда но если уже так получилось то уметь их исправлять в акварели тоже возможно все исправить спасибо что были со мной